Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников, скульпторов Роберто Себастьян Антонио Матта и Чауэта. Более известный как Роберто Матта, был одним из самых известных художников Чили и знаковой фигурой в абстрактном профессионистском и сюрреалистическом искусстве 20-х веков. Родился в столице Чили-Сантьяго 11.11.1911 года. Имел испанское, баскское, французское происхождение. Он родился в Сантьяго, как я сказал, изучал архитектуру, дизайн интерьеров, металлического университета Патификата Чили-Сантьяго. Окончил его в 1937 году. Отправился из Первого в Панаму, сделал сюрпризические рисунки многих географических объектов, свидетелем которых стал. Я цитирую Википедию переводную. Впервые столкнулся, если можно сказать, с Касси Европой, когда служил в торговом флоте после окончания университета. Знаком с такими художниками, как Ашиль Горки, Альбадор Дали, Андрей Бретон и Ле Корбюзье. Именно Бретон дал главный толчок чилийскому направлению в искусстве. Матта создавал иллюстрации и статьи для сервистических журналов, таких как Минотавр. В этот период он познакомился с творчеством многих выдающихся современных европейских художников Пабло, Пикассо и Марсель Душан. Настоящий расцвет искусства Матты пришелся на 1938 год, когда он перешел от рисунка к масляной живописи. Этот период совпал с его эмиграцией в Америку, где он прожил до 1948 года. Его ранние картины дают представление о работе, которую он продолжит с рассеянными световыми узорами и с мирными линиями на невразительном фоне. Это период серии «Инскейп» и тесно связан с ней психологических морфологий. Согласно эссе о Матте, его работа вызывает воспоминания формы «Инскейп», является визуальными аналогиями для психики художника. Впервые создает измерение смеси органических и космических фор жизни, так называемый биоморфизм. Он был одним из первых художников, совершивших этот абстрактный прыжок. Связи Матты с эмиграцией движения Бретона были разорваны после личных разногласий по поводу Аршива Горки и его семьи. Матт обвинили в том, что он косвенно стал причиной самоубийства Горки. Ходили слухи, что у Матты и жены Горки был бунтный роман, приветший из столь печальной последствий. Это приводит к его исключению из группы, но к этому времени, собственно, имя Матты стало широко известно публике. В 1950-е и 1960-е годы он делил свою жизнь между Европой и Южной Америкой, успешно сочетая политическое и полуабстрактное в эпических сюрреалистических полотнах. Матты верил, что искусство и поэзии могут изменить жизнь. Был очень вовлечен в общественные движения в 60-70-х годах. Был убежденным сторонником социалистического правительства президента Сальвадора Альенде в Чили. Его фреска размером 4 на 24 метра, а заглавленная первая цель чилийского народа, была закрашена 16-ми слоями краски. В военном режиме Аугуста Пиночета после насильственного свержения Сальвадора Альенде в 1973 году. В 2005-м фреска была обнаружена местными чиновниками, а в 2008-м фреска была полностью восстановлена за 43 тысячи долларов. Сегодня выставлена Сантьяго в ратуши Лаграна. Работал со многими различными видами медиа, включая керамику, фотографию и видеопродукцию. Умер в чревитовеке Италии 23 ноября 2002 года, через 11 дней после своего 91-го года рождения. Был женат дважды. Первой женой была Патриция Матта и Чаорен, рожденная в Конно. Американка, позже вышедшая замуж за Пьера Матисса. А второй женой была Германа Феррари. Роберто Матта входит в десятку величайших художников 20 века и является крупнейшим представителем латиноамериканского сюрреализма. Художник не боится экспериментировать, а нарушать устоявшиеся традиции. Сюрреализм Матты близок к экспрессионизму и абстракционизму в манере, но и бесконечно далек от них сюжетной составляющей. В творческих фантазиях сливается биология, механика и бессознательно. Художник создает фантастические миры, населенные неземными существами, антропоморфными машинами и насекомообразными людьми. Странная безумная жизнь бурлив на полотнах Матты. Неуразимые смеси пузырятся в его тигре. Размеры некоторых картин художника так велики, что происходит эффект погружения. Иногда в загадочный манящий пейзаж, а иногда и в дурную реальность психически больных ксеноморфов. Мастер умело смешивает в диковинный сплав беспредметную абстракцию, фантастические ландшафты, тайные переживания предизмененных живых существ и исковерканные экстазы механических организмов. Так написано в Википедии о художнике Роберто Себастьян Антонио Матта и Чауре, более известной как Роберто Матта, который был одним из самых известных художников Чили и знаковые фигуры в абстрактном, экспрессионистском и сюрреалистическом искусстве 20 века. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работы.